Славянский кубок Патрика Флодина. Всего же в прошлом году состоялся трехэтапный чемпионат Беларуси по ралли. По итогам сезона титул чемпиона достался украинскому пилоту Владимиру Петренко. Прошлый сезон порадовал любителей красивых и мощных автомобилей массовыми дисциплинами, такими как дрифтинг и дракрейсинг. Минский аэропорт принял двухэтапный чемпионат страны по дракрейсингу. Кстати, на заключительной гонке поляк на «Шевроле Корвет» установил новый для Беларуси рекорд. Дистанцию в 402 метра Джегош Сташевский преодолел за 9,61 секунды. На финише его скорость составила 245 км в час. Стоит выделить и дрифтинг. История новой дисциплины в нашей стране началась в 2009 году. Несмотря на возраст, уже в 2010 году организаторы провели три гонки. Причем завершился сезон беспрецедентным событием. На протяжении двух сентябрьских дней аэропорт «Минск-1» стал ареной масштабного автомобильного мероприятия. В гонке Восточноевропейского чемпионата по дрифтингу приняло участие 50 спортсменов-представителей 12 стран. К нам впервые приехали гонщики из Англии, Финляндии, Ирландии, Малайзии и даже Австралии. Гонка завершилась победой финна Юхеринтонина. Теперь перейдем к внедорожным дисциплинам. Прошедший сезон оказался весьма сложным, но все же нам есть чем гордиться. Наши спортсмены участвовали на украинских гонках и возвращались медалями. В Беларуси прошел первый джип-спринт. И, кстати, уже в следующем сезоне запланирован трехэтапный чемпионат по джип-спринту. Естественно, в нашей стране прошли и другие дисциплины по автоспорту, такие как скоростное маневрирование, зимние трековые автогонки, кроссовые гонки. В октябре состоялась попытка реанимации кольцевых автогонок. В качестве трассы использовался аэродром в Выхове, где сначала провели тренировочный сбор, а затем одноэтапный кубок. Впереди любители автоспорта ожидает новый захватывающий сезон, который насчитывает 40 календарных гонок. В мае вновь пройдет международное ралли. На лето запланирована баха. Это разновидность ралли-рейдов. Первая международная баха у нас в стране прошла в 2006-м на Борисовском танковом полигоне. Спустя 5 лет, похоже, дисциплина будет реанимирована. В планах и Восточноевропейский чемпионат по дрифтингу, и скоростное маневрирование сразу от трех организаторов. Также пройдут и трофи, джип-триал, трековые и кроссовые автогонки. Анонсы предстоящих автомобильных событий будут публиковаться на нашем сайте www.ap.by. Редактор субтитров А.Семкин